Красный кирпич, бетонные стены, трубы вентиляции на потолке. Весьма необычный интерьер для картины галереи. Он требует и таких же необычных работ. Например, как эта выставка трубы, окна, стены, на открытие которой мы приехали. Помещение необычное. Данная идея у нас пришла в сентябре прошлого года. Попробовать здесь открывать выставки. Данная выставка по счету уже четвертая. Данное помещение мы считаем андеграундным. И оно более чем подходит для выставок разного формата. Авторы работ – три череповецких художника, которых объединило одно – любовь к родному городу. Но в этих работах вы не найдете привычные, так называемые, открыточные уголки череповца. На эту выставку меня мои друзья подвигли, потому что у них уже так сложились творческие серии, посвященные нашему городу. И именно нетрадиционному, что изображают художники, стареньким уголкам, каким-то вот этим тургеневским усадьбам и заводу нашему замечательным. Но 90% города все-таки занимают вот эти все замечательные наши панельки любимые, которые у нас по России загромождают. И нельзя их обходить стороной никак. Работы Александра Анчукова выполнены в классической манере. С топографической точностью, без каких-либо прикрас. Художник показывает такие знакомые уголки города. Общая идея серии была и показать череповец именно глазами обычного жителя. Показать обычные дворы, остановки трамвайной вместе с трамваями, заводскую проходную. Это то, что видит обычный горожанин каждый день. Работы Всеволода Вахрамеева – полная противоположность. Здесь энергия, динамика и яркость выходят на первый план. Мне интересно, чтобы была композиция какая-то, то есть разнообразная, разнообразные формы архитектурные присутствовали. И поэтому я что-то вижу, глаз зацепился за это, за какую-то композицию. Я потом продумываю, может быть, нахожу какие-то похожие виды, что-то оттуда беру и объединяю все вместе, компоную, и получается что-то новое. Сломал свои творческие стереотипы Иван Зайцев. Художник решил попробовать себя в графике. Новостройки в тусклом свете прожекторов, металлические гаражи, укрытые снегом. Вдохновили художника на серию работ. Я раньше говорил, что церковному художнику нужен творческий отдых в творчестве, а сейчас я думаю, что в собственном творчестве нужен отдых от каких-то своих стереотипов, которые выработались за мной не года. Как вы сказали, вот эта акварель, еще что-то. Но нельзя обходить стороной другую жизнь и реагировать на динамичные изменения. Три разных взгляда на один город. Выставочный проект «Трубы, окна, стены» дает возможность взглянуть на привычный городской пейзаж немного другими глазами. Все три автора, конечно, очень разные и представили наш город в разных техниках. У Всеволода эта акварель яркая, интересные очень образы. У Вани графика на черном фоне, а Саша написал много новых работ живописных, тоже очень приятно, более в традиционной манере. Выставка в целом, мне кажется, очень интересная, тем более в таком пространстве. Выставка открыта для посетителей старше 12 лет и будет работать до конца апреля. Светлана Валивач, Сергей Павлов, Новости.